Приветствую всех, кто смотрит Первый Альтернативный. Это новости будущего. С вами Елена Иванова. Смотрите в этом дайджесте. Быстрый электрический разряд в мозге. Вы великий математик. Правда, только на 6 месяцев. Это доказали ученые-нейробиологи из Оксфорда. Новейший игровой контроллер Kinect от Microsoft доехал до России. Один из самых совершенных гуманоидных роботов в мире Асима отметил 10-летний юбилей. А восходящая звезда Японии, голографическая певица Хатсуна Мику, с успехом гастролирует по стране. Об этом и многом другом далее в программе. Быстрый электрический разряд, приложенный к одному из участков головного мозга, в определенном направлении может увеличить математические способности человека на срок до 6 месяцев. К таким выводам пришли ученые-нейробиологи из Оксфорда, проведя ряд испытаний на добровольных участниках. В исследованиях принимали участие 15 добровольцев, студентов, обладающих средними математическими познаниями и способностями. Воздействуя электрическими импульсами на область мозга, называемую теменной долей, ученые обнаружили, что импульсы тока в одном направлении стимулировали головной мозг, после чего пациенты смогли решать сложнейшие математические задачи, совершенно не напрягаясь. Воздействие импульсов тока, приложенного к той же области мозга, только в обратном направлении, привело к снижению математических способностей людей до уровня 6-летнего ребенка. Группа подопытных, получившая искусственное повышение математических способностей, по истечении 6 месяцев стала их терять. Но проведя повторное воздействие на мозг, ученые добились того, что математические способности студентов остались по-прежнему на высоком уровне. По словам ученых, в настоящее время эти исследования представляют собой только эксперименты. Еще неизвестны конечные результаты и побочные эффекты, которых, правда, пока еще замечено не было. Доктор Коэн Кэдэш из Оксфорда считает, что рекомендовать такой метод для детей с затруднениями в учебе еще очень рано, но он надеется, что в будущем это станет возможным. Скорее всего, от одного упоминания о докторе дети будут учиться лучше. Новейший игровой контроллер Kinect от Microsoft доехал до России и вот-вот поступит в продажу. Его можно приобрести в наборе с игровой приставкой Xbox 360 и отдать за это от 16 до 18 тысяч рублей, в зависимости от того, какое количество встроенной памяти будет присутствовать в консоли – 4 или 250 гигабайтов. В качестве бонуса предлагается специальная видеоигра Kinect Adventures. В том случае, если пользователю не нужна игровая приставка, он может заплатить всего 8 тысяч рублей за сам контроллер Microsoft Kinect и получить всю ту же игрушку Kinect Adventures совершенно бесплатно. Проблем с совместимостью у нового аксессуара нет. Он отлично работает со всеми выпущенными приставками Microsoft Xbox 360. Что касается видеоигр, на сегодня только Kinect Adventures. Приспособлена для работы с контроллером. Так что вся надежда на новые проекты, которые сейчас находятся в разработке. Представители компании Microsoft уже заявили, что для Kinect до конца года будет выпущено целых 19 игр различных жанров. В них смогут играть пользователи с всех возрастов. О других новинках далее. Подразделение мобильных дисплеев компании Samsung на международной выставке по производству дисплеев в Токио представило целый ряд продвинутых устройств. Самым интересным и реалистичным прототипом представляется мобильный интернет-девайс, оснащенный двумя супер-амолет-дисплеями. Еще один необычный дисплей гибкий. Его диагональ составляет 4,3 дюйма. Он обладает радиусом изгиба в 1 сантиметр и отображает картинку с минимальным двоением. Также компания показала 10-дюймовую жидкокристаллическую панель с толщиной всего 1,8 мм. Если исключить модуль подсветки, то толщина панели составляет всего 0,44 мм, а ее масса не превышает 28 граммов. Ну и, пожалуй, самым фантастическим прототипом стал планшетный компьютер на базе прозрачного сенсорного дисплея. Это новости будущего. Инженеры военно-воздушных сил США решили произвести в своем секторе небольшую революцию, объяв о том, что запущен проект по созданию первого в мире полноценного боевого самолета, способного летать без пилотов. Пилоты будут удаленно управлять машинами из диспетчерской, ведь так намного безопаснее. Военные уже давно используют робототехнику, например, для разминирования взрывных устройств или проведения разведывательных операций. Поэтому создание настоящих боевых беспилотников вполне логично. Проект получил название «ТАК-Эйр», и до создания первого прототипа пройдет еще не один год. Однако компания уже опубликовала иллюстрации того, какими она видит эти самолеты. Главное, чтобы авторы проекта продумали серьезную защиту для системы дистанционного управления. Сами понимаете, чтобы никто не смог его перехватить. Швейцарец Ив Росси, известный по прозвищу Рокетмен, испытал свое новое изобретение – монокрыло с реактивными двигателями. Полет состоялся в небе Швейцарии в районе Женевского озера. Рокетмен выпрыгнул из корзины воздушного шара, находившегося на высоте 2400 метров. Полет продолжался 18 минут. За это время Росси преодолел расстояние 35 км на скорости 320 км в час. Новая модель Росси 51 имеет размах крыльев 2 метра и в воздухе вела себя гораздо устойчивее предыдущей модели с размахом крыльев 2,5 метра. Проверяя аэродинамические характеристики и возможности реактивного крыла, Ив Росси выполнил в воздухе 2 петли. По окончанию полета реактивный человек спустился на землю, используя парашют. Новое монокрыло Росси разработал совместно со швейцарской компанией Руа. У изобретателя возникли небольшие затруднения с запуском двигателей, но несмотря на это он счастлив. Наверное, вы уже знаете, что робота Асима исполнилось 10 лет. В этом году на своем дне рождения этот продвинутый гуманоид станцевал рок-н-ролл. Вообще возможности робота довольно поразительны. Асима умеет ходить и бегать по неровным склонам и поверхностям, спускаться и подниматься по лестнице, распознавать объекты и жесты, реагировать на голосовые команды, ездить на велосипеде и даже дирижировать симфоническим оркестром. И все это благодаря многолетним исследованиям компании Хонда в области робототехники и мобильности. Например, вот так выглядел предок Асима в далеком 1993 году. Но все же, думаю, будет интереснее посмотреть всю эволюцию робота. Продолжение следует... С момента своего дебюта Асима непрерывно совершенствовался. И даже спустя 10 лет с момента создания он продолжает оставаться одним из самых совершенных гуманоидных роботов в мире. О других интересных разработках далее. Флайретт Флайретт может запросто уберечь вас от синяков и шишек. Кроме того, с такими маркерами можно не включать свет, экономя тем самым на электричестве, и не нарушать сон остальных домочадцев своими возгласами в темноте. Ученые считают, что на сегодня именно Марс является наиболее привлекательным объектом для основания постоянной, самостоятельной и развивающейся колонии. Несмотря на внешнюю непривлекательность, он более других планет и спутников похож на Землю. Гравитация на Марсе лишь немногим слабее нашей. Здесь обнаружено достаточно воды и углекислого газа, немало полезных минералов. После совершенно бесприютной Венеры это самая близкая к нам планета. Путь в одну сторону на современном космическом корабле по разным подсчетам займет около полугода. Но ученые пришли к выводу, что технически и финансово пилотируемая миссия к Марсу и обратно малореализуема даже в ближайшей перспективе. Немалую долю трудностей составляет колоссальное расстояние до планеты и, соответственно, огромные объемы топлива и массивность корабля, необходимого для полета туда, посадки, нового взлета и возвращения на Землю. Зато полет в одну сторону упрощает и удешевляет его более чем вдвое. Американский ученый Дирк Шульц Макочи и Пол Дэвис предлагают приступить к немедленной реализации проекта по колонизации Марса безвозвратной отправкой туда добровольцев, готовых навсегда распрощаться с Землей. По словам ученых, для начала будет достаточно послать четверых человек на паре кораблей с отдельными спускаемыми модулями и достаточными запасами, чтобы основать первый форпост, который затем станет центром постоянного присутствия человека на Марсе. Ученый подчеркивает, что добровольцы, в общем-то, они будут просто выброшены на чужую планету и заброшены там. Будет иметься постоянная связь с Землей, также стоит ожидать громадного интереса всех землян к жизни марсиан. А время от времени к ним будут отправляться новые миссии. Интересно, найдутся ли желающие, готовые навсегда покинуть Землю, чтобы первым вступить на поверхность Марса и стать основателем человеческого поселения на чужой планете. А сейчас я хочу представить вам восходящую звезду Японии, голографическую певицу Хацунэ Мику. Хацунэ является призраком, созданным голографической установкой компании Крайтон Эдди и программным обеспечением Ямаха Вокалоид. Однако это не мешает ей с успехом гастролировать по всей стране на радость японской публике, которая действительно нравится ее песни. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА